Прежде чем вы решитесь завести одного или двух попугайчиков или вообще займетесь их разведением, необходимо отдать себе отчет в том, что на вас ложится огромная ответственность. Невозможно подойти к решению этого вопроса спустя рукава и не хотя. Прежде чем принять окончательное решение о приобретении волнистых попугайчиков или об их разведении, желательно подумать, есть ли у вас необходимые условия для этого. Сразу же встает вопрос, сможете ли вы ежедневно уделять достаточное количество времени одному попугайчику, а возможно сразу нескольким. Обладаете ли вы терпением, чтобы ухаживать за птицами? Затем следует прояснить ситуацию, что станет с волнистым попугайчиком, если вы заболеете или отлучитесь на несколько дней из дома. Есть ли среди членов вашей семьи, соседей или знакомых людей, которые будут проявлять о птице такую же нежную заботу? Имеется ли достаточное место, особенно в случае разведения птиц, а также достаточно ли денежных средств? И, наконец, следует заняться изучением специальной литературы о содержании и разведении попугаев. Также необходимо приобрести оборудование и инвентарь. Вы тщательно обдумали все вопросы и теперь предстоит решить главный, где приобрести волнистого попугайчика. Для этого можно обратиться в специализированный магазин по продаже птиц и купить понравившуюся птицу. Но есть и другой путь. Очень часто птенцов предлагают для продажи любители-разводчики. Причем у них существует огромный выбор цветовых вариаций. А сейчас я расскажу про каждый момент более подробно. Первое, про то, что я говорила, то, что на вас ложится огромная ответственность. Да, ребята, попугай это не игрушка, это домашнее животное, домашний питомец. И, конечно же, на вас ложится большая ответственность. И эта ответственность заключается в том, что попугайчика нужно будет кормить, следить за его здоровьем, играть с ним, следить за чистотой. Все это занимает большое количество времени. Следующий момент, на который стоит обратить внимание, это что станет с вашим волнистым попугайчиком, если вы заболеете или отлучитесь на некоторое время. Все может быть. Возможно, вы куда-нибудь уедете, и ваш попугайчик останется один. И у вас должен быть вариант того человека, который останется с вашим попугайчиком, который будет такую же нежную заботу проявлять, как и воню. Потому что нельзя просто так бросить волнистого попугайчика одного дома. Оборудование и инвентарь. При покупке волнистого попугайчика, в первую очередь, вы покупаете домик для вашего питомца. Конечно же, это клетка. И клетка должна соответствовать всем условиям для комфортного проживания вашего попугайчика. Только после изучения всех этих обязательных моментов вы можете приобрести себе волнистого попугайчика.